Ну никак не приду. Как приду? Не поверите, как будто что-то замкнутое такое. Приду снимать мелочь пузатую. То пишет мне все, ну съемка невозможна, память забита. То телефон сел, прямо как наказание какое-то, представляете? Возможно это еще какой-то страх с самого начала, когда котиков было не так много. Ну и эпидемия там случилась одна. И очень много котиков погибло. А я их до этого снимала. Ну просто так, пофотографировала. Канала не было, не для канала, а ну просто так что-то взяла и пофотографировала. И после этого вот это случилось эпидемия. А потом мне кто-то сказал, вот не надо фотографировать. Вот как начнешь что-то фотографировать, это вроде бы как на память. И вот с ними случается вот это. Я говорю, ну погибли же не все, кого я снимала. Но все равно вот у кого оказался иммунитет типа там слабее. Или защита ангела, хранителя. Ну и видимо может быть от этого где-то в подсознании сохранилось, что... Снимаешь, когда маленькие. Знаете, детей там стараются особо. Ну как раньше. Ну Вань, это же твоя пушина любимая, Вань. Но он сначала напрыгнул, потом увидел пушина и не стал развивать свое нападение. Ты что думал, что сзади кто-то подкрался? К тебе сзади кто-то подкрался? Это пушиночка была. Пойдем. Так, ну что. Он у нас сегодня идет уже в третий раз гулять. Молодец. Вроде никто больше обкаканный не приходил. Шурик. Шуренька. Ваня. Пушиночка. Ой, напугали бедную девчонку. Она теперь уже всего боится. Томик мой сладенький. Господи. Ну пожалуйста. Ну я тебя так люблю. Ну выкарабкайся. Ну миленький мой. Я знаю, что почки такая тема. Людям-то не могут почки вылечить. Чего ж там про котиков. Давай. Пожалуйста, я хочу тебя опять видеть. Шести килограммовым. Давай. Даю тебе установку. Почему я не Кашпировский? Дала бы установку. Сказала бы, что я сегодня очень сильная. Дала бы установку и все бы выздоровели, вылечились. Если честно, то да. Если бы котики не болели, то это было бы просто 50% счастья. Я там не говорю о том, чего невозможно вернуть. Там глаза, зрение. Ну отсутствующие глаза я имею ввиду. У кого есть там везли. И на хотя бы вот так. Всякие хроники. Инфекции. И потом опять же. Вот с этим дурацким подражанием этих антибиотиков. И даже с их полнейшим отсутствием. Многие антибиотики, они элементарно просто исчезли. Вот исчезли. Вот то, что как бы... Так, Бельчик. Это что такое? Это что такое? В два раза меньше Жан-Жака? Если не больше. Посмотрела на Жан-Жака. И он его гоняет. Вот. Еще раз подтверждение того, что главное это сила духа. А не масса тела. Не величина бицепсов. Решает все. Да? Жан-Жак. Ты мой сладкий. Жан-Жак просто очень мирный. Такой мой сладкий. Ты мое солнце. Жалко, что тебе от папы хвост не достался. Ну, как бы лицо, туловище еще там куда не шло. Но он гораздо меньше, конечно, чем Марсик. Но лицом он похож на Марса, на Мейн-Куна. А вот хвостик он почему-то от мамы захватил. Не Мейн-Куновский. А вот... Господи, Маркиз. Маркизу достался хвост Мейн-Куновский. А лицо зато нет. Вот. Что ж ты так заметался, Феликсюш? Что такое? Кто тебя напугал? Феликс? Господи, не могу любого. Да и вообще странно. Я кого вижу, того и люблю. Так. Это что такое? Вы посмотрите. Только я тебя похвалила. И что? Ты покусился на главного кота? На главного кота приюта ты покусился? Да мне стыдно за тебя. Ваня? Вань, я тебя не узнаю. Еще раз помню, что ты главный. Главное, сила духа. Подумай, что-то новенький нашелся. Дай ему отпор. Один раз дашь ему по уху. Отпор. Отпор главное, Вань. И все. И он поймет, что не надо нападать. Так. Посмотрите. Он опять приближается к Севе. Только не к Севе. Я слежу. Попробуй мне только Севу обить. Сева бедный. Напрягся. Увидел этого. Пиночета. Так, смотрите. Он теперь на Мону нацелился. Так, я тебя сейчас закрою. Все. Сегодня не тот день, похоже. Цел ξамоминал. Продолжение следует. Т ROba. Продолжение следует.